Как укрепить и обезопасить иммунную систему? Вот что мы обсудим сегодня. Во-первых, что такое иммунная система? По сути, это оборона, армия, вооружённые силы, воюющие с плохими парнями, патогенами. Патогены — это микроорганизмы, вызывающие болезни. Слово «иммунный» происходит от латинского слова «immunis», что означает «освобождённый от государственной службы». Любопытно. Если разобрать смысл, то получится защищённый или свободный от нападений, вреда и болезней. То есть иммунная система защищает вас от болезней. Это как миграционный контроль. Если что-то извне попадает в организм, оно должно пройти через дыхательные пути либо через пищеварительный тракт, и оно должно получить печать о допуске от миграционного контроля. Этим и занимается иммунная система. Она постоянно следит, не является ли что-то посторонним или, возможно, вредоносным, или же это часть организма. Если она отмечает что-то как чужеродное, что может угрожать организму, она автоматически задействует силу обороны. Об этом мы и поговорим далее. Есть три основных барьера иммунитета. Во-первых, кожа. На коже есть много дружественных бактерий, которые помогают защищаться от вторжений извне. Ещё есть жировая прослойка, которая защищает. Ещё на коже есть определённые кислоты, которые тоже защищают. Далее есть слизистые оболочки в ЖКТ, в дыхательных путях и на пазухах, которые также ловят и поглощают посторонние частицы или микроорганизмы. Воспаление — ещё один защитный барьер, который организм выставляет. Главные клетки иммунной системы — белые кровяные тельца. В отличие от красных кровяных телец, у них иная функция. Помимо белых кровяных телец, есть полезные микроорганизмы, которые тоже помогают. Все полезные микроорганизмы вместе называются микробиом или микрофлора. Они помогают множеством способов. От усвоения нутриентов и переработки желчи до иммунной защиты. Кроме прочего, у них есть и такая стратегия. Они делают так, что патогену не остаётся пространство для жизни. Другими словами, патогену не достаётся пищи, чтобы выжить. Поговорим о силах обороны нашего иммунитета, о белых кровяных тельцах. Они производят кислоту, чтобы растворять и убивать бактерии и патогены. Они выделяют яд, чтобы убивать эти микроорганизмы. Они высвобождают свободные радикалы. Они производят перекись водорода. Вы, наверное, видели это раньше, когда берёшь перекись водорода и наносишь на открытый порез. Происходит растворение. Она пенится и убивает микробы посредством окисления. Белые кровяные тельца производят ферменты, расщепляющие и растворяющие бактерии. Как я уже говорил, микроорганизмы конкурируют за пищу и пространство, а белые кровяные тельца производят слизь и вызывают воспаление. Патогены попадают в сети слизи и больше ничего не могут сделать. Это как зыбучие пески. Также у иммунитета есть память обо всём, что происходит. Всё попадает в базу данных для запоминания. Когда спустя много времени какие-то бактерии снова попадут в организм, иммунная система их отметит, потому что сможет их вспомнить и уничтожить. То есть она со временем обучается, подвергаясь воздействию этих патогенов. Так формируется иммунитет. Поэтому не очень полезно содержать детей в настолько стерильных условиях, что они не подвергаются никаким болезням. Ведь это естественное формирование иммунитета. Также у нас есть штуки под названием фагоциты. Это часть иммунной системы. Фагоциты — это клетки, которые умеют поглощать. Они пожирают микробы. У них ненасытный аппетит не только к микробам, бактериям, дрожжам, грибкам, но также они поедают отмершие клетки и мусор. Они как ассенизаторы всего того, что в организме не нужно. В одном литре крови 6 миллиардов этих ребят. В фагоцитах интересно то, что они стимулируются кислотой. И я думаю, именно поэтому... Именно поэтому это чисто моя догадка, что когда люди пьют много синтетического витамина С, аскорбиновой кислоты, это даёт хороший результат, если даже этот витамин С синтетический, просто потому что это кислота. Я бы рекомендовал потреблять яблочный уксус. Яблочный уксус известен тем, что повышает кислотность организма и ускоряет фагоцитоз, как и любая другая кислота. Если у вас есть выбор, я бы советовал пищевой витамин С, а не синтетический. Но для ускорения фагоцитоза лучше яблочный уксус. Ещё один механизм, который я хочу упомянуть, хотя я его здесь не написал, связан с определёнными белыми кровяными тельцами. Если определённые белые кровяные тельца заражены патогеном, у нас есть встроенный механизм. В случае, если в клетку что-то проникло, с ней проходит процесс под названием апоптос, при котором она саморазрушается ради пользы всего организма, потому что если позволить вирусам проникнуть в ДНК клетки и начать воспроизводиться, клетка начнёт воспроизводить этот вирус снова и снова. С другой стороны, у плохих парней, у патогенов, тоже есть своя оборона. Они обладают способностью блокировать витамин D. Они делают это через рецепторы к витамину D. Каким-то образом они знают, что витамин D совершенно незаменим для контроля иммунитета. И, блокируя его, они снижают сопротивляемость наших клеток к проникновению и захвату. Ещё эти коварные патогены, чтобы иммунная система их не распознала, способны имитировать ткани организма. В этом они очень коварны. Они также могут прятаться в таких маленьких домиках из кальция. Поэтому антибиотики неэффективны против так называемых биоплёнок. Это тема отдельного разговора. Я внизу дам ссылку на видео с подробным разбором. Но микроорганизмы стали очень умными. Ещё один механизм, применимый особенно к организмам типа микоплазмы, у которой нет клеточных стенок, они перемещаются то в один сустав, в синовиальную жидкость, то в другой сустав. Иммунитет пытается их атаковать, но неудачно. Они продолжают перемещаться, так что их невозможно поймать. Ещё один механизм. Микробы способны формировать различные структуры, сбивая с толку ваш иммунитет. Ну ладно. Теперь поговорим о том, что с этим делать. Есть две группы явлений. Те, которые ослабляют иммунитет, и те, которые его укрепляют. Из того, что ослабляет иммунитет, пища, бедная питательными веществами, диета, которая провоцирует дефициты. Если взять пандемию гриппа испанки, которая случилась в 1918 году, и посмотреть, что произошло прямо перед этой пандемией вируса, который, распространившись, убил от 50 до 100 миллионов человек. Что было прямо перед этим? Первая мировая война. Во время этой войны произошло колоссальное изменение в транспортировке продуктов. Продукты по талонам, консервация еды. Многим солдатам давали еду вроде консервированной тушёнки, кому-то давали собачий корм. Элементарно не хватало свежих овощей, свежей еды. При долгом сидении на подобной диете иммунитет ослабевает, особенно при нахождении в стрессовой ситуации, такой как война. Так складываются условия, при которых человек становится лёгкой добычей для вируса, вторгающегося в организм. Если вам не хватает витаминов, микро- и макроэлементов, аминокислот и жирных кислот, особенно их, то вы более подвержены различным болезням. Ведь защитный механизм зависит от получения этих нутриентов. Возьмём, например, вирусы. Вирус не живой, он ничего не может вам сделать, пока не проникает сквозь клеточную стенку. Он внедряется в ДНК и превращает клетку в копировальную машину, отбирая жизненные силы у этой клетки. Вдумайтесь в то, что я сказал. Ему нужно проникнуть сквозь стенку клетки. Эта клеточная стенка представляет собой два слоя жира. Это билипидный слой жира. И это ещё одна причина, по которой незаменимые жирные кислоты жизненно важны для защиты клеток. Нельзя сидеть на низкожировой диете, когда вы истощены или больны. Жир и, кстати, холестерин очень важны для здоровья иммунной системы. Холестерин — жизненно важный строительный блок для некоторых гормонов, таких как, например, кортизол. Кортизол очень важен для иммунной системы. И если у кортизола нет строительных блоков, холестерина, он не сможет правильно формироваться. Далее мы имеем стресс. Его, пожалуй, можно приравнять к дефициту нутриентов. На самом деле, за всю практику я не помню ни одного случая, любой болезни, которой не предшествовало бы некое стрессовое событие. Итак, стресс — это важнейший фактор. Я дам внизу ссылку на информацию о том, как можно избавиться от стресса. Недосып также делает вас лёгкой добычей. Он также связан со стрессом. И глюкоза. Я только что выпустил видео на эту тему. Некоторые вирусы активнее ведут себя на глюкозном топливе, чем на каком-то другом. Вы уже знаете о здоровом кето и интервальном голодании. Те, кто смотрит нас недавно и ничего о них не знает, посмотрите. Внизу я дам ссылку на конкретную диету, которая необходима для сильного иммунитета. Обсудим, какие нутриенты самые незаменимые для пуленепробиваемого иммунитета. Вверху списка — витамин С. И я не про синтетический витамин С. Я говорю о витамине С из пищи или пищевого концентрата. В природе витамин С всегда идёт в комплексе из многих частей. Ни одной лишь аскорбиновой кислоты. Продукты, наиболее богатые витамином С — квашеная капуста, сладкий перец, ягоды, зелёные листовые овощи. Витамин С способен стимулировать производство белых кровяных телец. Также он в большом количестве хранится в надпочечниках. Он помогает производить гормоны надпочечников. Следующий столь же важный пункт — витамин D. Я говорил об этом на предыдущем слайде. Витамин D — это иммуномодулятор. Это, собственно, даже не витамин, это гормон-фактор, контролирующий иммунную систему. Его функция гораздо шире, чем просто формирование костей. Рецепторы к витамину D есть во всех белых кровяных тельцах и в ДНК. Когда я говорю, что он модулирует иммунитет, я имею в виду, имеет контроль над иммунной системой. У многих людей дефицит витамина D, а они об этом даже не знают. Витамин D поддерживает Т-клетки. Они производятся вилочковой железой, которая работает как тренировочный ладель для белых кровяных телец. Также витамин D защищает от патогенов. Он даёт два вот этих компонента, которые способны мощно уничтожать микробы. Витамин D делает много полезного для иммунитета. Далее в списке очень важная вещь — витамин А. Витамин А обеспечивает структурную целостность слизистых клеток в носовых пазухах и дыхательных центрах. Лучшие источники витамина А — это масло из печени трески, яичный желток, сливочное масло тоже им богато, ведь это жирорастворимый витамин. Кстати, витамин D очень трудно получить из пищи, так что лучшим его источником будет солнце или биодобавки. Цинк — самый важный микроэлемент для иммунитета. Он увеличивает количество Т-клеток и делает ещё много полезного для иммунитета. У многих людей дефицит цинка. Цинк очень хорошо защищает от вирусов. Чеснок бесспорно на первом месте по способности уничтожать вирусы, бактерии, дрожжи, грибки, плесень. Он очень-очень силён. Далее, коллоидное серебро. По сути, это частица серебра в воде. Оно применяется очень давно. Оно перекрывает кислород определённым микроорганизмом. Мощная штука. Некоторые пользуются им для промывания носа, и оно очень хорошо работает. Оно также очень эффективно против вирусов. Лист оливы. Лист оливы очень глубоко изучен. Я дам внизу ссылку на подробную информацию. Он полезен против вирусов и для защиты иммунной системы. Есть много других вещей, которые защищают иммунитет, но, на мой взгляд, вот эти самые эффективные. Спасибо за просмотр. Знаю, я вас порядком загрузил. Но если вы не видели моё видео про стресс, посмотрите его. Думаю, вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok